Всем большой привет! Добро пожаловать в следующий урок. В данном уроке мы посмотрим, как грузить на все стоки бесплатно при помощи двух программ. Для того, чтобы загрузить на все стоки, нам понадобится файл Zilla, ее можно скачать в интернете бесплатно, и Adobe Bridge. Думаю, вы сможете найти данные программы, так как они, в принципе, известны и известно, как ими пользоваться. В данном уроке мы посмотрим на примере одной картинки, то есть мы полностью загрузим ее на все стоки и посмотрим, как это делается. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Демонстрировать мы будем на картинке, которую, собственно, мы подготовили к прошлому уроку. То есть здесь у нас есть EPS файл, есть JPEG Preview 5000 на 5000 разрешением и zip-архив, который содержит в себе два этих файла. Если вы не смотрели предыдущий урок, то ссылка будет на него сбоку. Обязательно пройдите, посмотрите. Там я рассказываю про другие стоки, именно про те стоки, на которые мы будем сейчас грузить. Итак, что мы делаем в первую очередь? Самое первое. Я загружаю данную картинку на Shutterstock, то есть на самый популярный сток обыкновенной загрузкой, то есть либо выбираем здесь загрузку, либо заходим через портфель и upload. Загружаем. Выбираем наш файл. На Shutterstock мы выбираем просто EPS и Preview файл, то есть загружаем два данных файла. Почему мы грузим первым на Shutterstock? Потому что на Shutterstock можно удобно подобрать ключевые слова по аналогичным картинкам уже на стоке. И это достаточно удобно, чтобы слов было не больше 50. Вот мы ввели социальную сеть, он нам перевел ее. И теперь мы будем заниматься поиском ключевых слов по аналогии. Нажимаем ключевые слова. Вводим сюда то, что мы перевели. Все изображения. У нас, в принципе, нам подходит только вектор. Поэтому нажимаем вектор и поиск. Теперь смотрим похожие на нашу картинку те, которые показывает нам поиск. В принципе, они нам тут все подходят, потому что у этих у всех картинок тема социальная сеть. Нам нужно выбрать не менее трех картинок. Естественно, можно выбрать больше. Вот эту выберем, вот эту и вот эту. Нажимаем «Ок». Здесь он нам показывает те ключевые слова в верхнем боксе. Те ключевые слова, которые есть у всех выбранных нами картинок, да, то есть они совпадают. А внизу уже те ключевые слова, которые единочно попадаются у всех работ. Соответственно, вот эти ключевые слова нам однозначно должны будут подойти. А вот из этих слов мы можем выбрать то, что нам подошло не очень, но тоже подходит. Давайте посмотрим, что нам тут, в принципе, подходит. Кстати, хороший вектор пока оставим. То есть, как видим, они нам действительно все подходят. Давайте посмотрим из нижней части. Можно выбрать «Чат». То есть мы просто нажимаем и… А, вот на плюсик. И он переходит сюда. «Синий» у нас, в принципе, подходит «Синий», «Команда», «Человек». Если, допустим, мы набрали ключевые слова, и нам не все подходят, нажимаем «Добавить ключевые слова». Идем снова в переводчик. И вводим какое-нибудь другое слово, которое тоже, в принципе, характеризует нашу картинку. Давайте я написала «Интернет». Копируем. И опять же, поиск. То есть, видим, у нас пока есть 29 ключевых слов. Нажимаем снова в «Подбор ключевых слов» и вводим теперь другое слово. То есть, можно… Они все будут плюсоваться между собой. То есть, тем 25, которые у нас уже есть, сейчас добавятся еще те, которые мы подберем от данного слова «Интернет». Как видим, здесь тоже, в принципе, есть картинки, которые совпадают с нашим по смыслу. Не все, конечно, но так или иначе. Давайте подберем то, что нам более-менее подходит. Конечно же, можно ключевые слова вводить вручную, каждое слово. Но согласитесь, в принципе, если есть такая возможность. Обычно интернет – бытовая техника, то есть представлена. Но нам нужна не бытовая техника. Давайте выберем вот эти. То есть, мы отслеживаем концепцию, где просто люди пользуются интернетом. Да, тут социальная сеть, медиа-сеть и все, что с этим связано. Вот это, в принципе, подходит. Онлайн-магазин через интернет, но это не про нас. Давайте вот эту выберем. Нажимаем «Ок». Теперь смотрим, какие он нам ключевые слова представил. Если, допустим, тут веб и там тоже было веб, и мы выберем и тут, и здесь, оно просто взаимозаменится, и будет, получается, один веб, один вектор, и все иллюстрации, все значки, все слова, которые, я вот значок увидела, все слова, которые дублируются, они просто заменятся. Ну, и здесь нам, видим, тоже подходит интернет, технология, средства массовой информации, мир. Саня, здесь компьютер. Ну, вещи можно убрать. У нас вообще, в принципе, нет. Таблетка у нас тоже, никаких планшетов не представлено. Кстати, да, нажимаем на слово, и оно переходит вниз. То есть, оно убирается из того, чего мы выбираем. Ну, и внизу, что у нас тут осталось? Абстрактный давайте выберем, потому что у нас абстрактный. Земля, фонд, бизнес. Подключать. 3W. Беспроводной. Ну, можно включить беспроводной. Умный. Файл почта. То есть, выбрали, видим, да, мы выбираем 31 слово. Там у нас 25 и 31. Нажимаем ОК. И у нас взаимозаменились все слова, которые у нас совпадали. И у нас остается 44 ключевых слова из 50. В принципе, это уже хороший результат. Если у вас есть желание, вы можете добить до, именно до 50 слов. В принципе, для начинающего специалиста, кто только начинает на стоках, лучше вам потренироваться и действительно добивать каждую картинку до 50 слов. Ну, либо от 40 до 50. Вот, ключевые слова у нас готовы. Теперь нам остается написать название. Кстати, в шаттерстоке используется в боксе название, то есть описание. Это я вам в дальнейшем, вы поймете, к чему я вам говорю. То есть шаттерсток использует не название, а описание. Как такового названия поля здесь вообще нет. Теперь давайте перейдем снова в переводчик. Я пользуюсь переводчиком. И придумаем название для нашей картинки, исходя из того, что у нас концепция социальная сеть, общение по интернету, может быть глобализация, абстрактный фон. И, в общем, такое название мы и придумаем. Вот такое название я написала. То есть концепция социальная сеть, общение через интернет, коммуникации, фон, вектор. Если вы затрудняетесь в поиске, не в поиске, а в как называть вашу картинку, вы можете зайти на сам шаттерсток, то есть непосредственно в зону, где покупают картинки. Вот, то есть заходим в зону непосредственно для покупателя. Вводим, допустим, наше ключевое слово, также выбираем вектор и нажимаем поиск. Здесь он нам показывает, можно выбрать популярное, можно выбрать новое. Показывает те картинки, которые он нашел по этим ключевым словам. И, допустим, нажимаем на любую картинку. Приходим внутрь данной картинки. И ориентируемся на то, как называют другие люди. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что, в принципе, видите, большинство людей, кто действительно профессионально на стоках, либо долго, либо, давайте посмотрим, сколько у данного человека работ в портфеле. И вот, давайте посмотрим, что у данного человека вводит по среднем 50 кейвердов. То есть действительно это работает для увеличения ваших продаж. Так, с этим закончили. Вернемся к нашей картинке. Давайте выделим наше название. И вставим. Я пользуюсь Ctrl-C, Ctrl-V мы вставляем в название. И получается, наша работа готова. То есть у нас есть название и есть ключевые слова. Теперь давайте вернемся к нашей схеме. Получается, загружить на все стоки. Для этого нам понадобятся FTP и Adobe Bridge. Давайте поговорим, что такое Adobe Bridge. Давайте мы ее откроем. Вот наша программа Adobe Bridge. Как видим, данная программа редактирует метаданные. То есть данные, которые содержат файл внутри себя. Как нам известно, то есть он содержит и дату создания, и формат, и также название, описание и ключевые слова. Нам необходимы метаданные. То есть выделяем EPS и JPEG. И заходим в метаданные. И здесь мы и ищем. Я пользуюсь именно ITPC-код. И здесь, как видим, поля Description, Keywords и Title. Данные три поля нам только и нужны. Они и отвечают за Keywords, описание. Кстати, вот то, что я говорила, описание. То есть Shutterstock используют именно из поля описания. Как такового поля Title там нет. Итак, теперь что нам необходимо. Нам необходимо перенести из Shutterstock данные, которые мы только что ввели, в данную программу Adobe Bridge. Да, вводим Description. Копируем ключевые слова. Вставляем Keywords. И нам осталось ввести только Title. Title. Давайте что-нибудь возьмем из нашего переводчика. В принципе, концепция социальная сеть. Вполне будет достаточно. То есть Title – это что-то такое коротенькое, которое, в принципе, характеризует, что за картинка у нас. А описание – это уже более такое развернутое понятие. Поэтому Description должен быть больше. Кстати, не рекомендуется ставить Title и Description одинаковые. То есть все-таки их необходимо сделать разным. Итак, теперь, когда мы ввели метаданные, необходимо проследить, чтобы и в EPS, и в JPEG данные были одинаковы. И чтобы они и там, и там добавились. Zip, кстати, мы добавили рано. Теперь, когда мы уже знаем, что такое заполнить метаданные, только после вот этого. Вот, да, мы вернулись сюда. Давайте удалим наш Zip. Удалить. Мы заполнили метаданные у данного файла. И теперь нам необходимо создать zip-архив, чтобы внутри zip-архива тоже у нас сформировались те метаданные для стоков Атолия. Вот теперь наши картинки полностью готовы для того, чтобы загружать их на все стоки. Теперь мы можем со спокойной душой отправлять наш шаттерсток. Еще раз проверяем. Нажимаем «Отправить». Я не пишу никаких пожеланий. Нам показывается, что какие-то ключевые слова у нас выбраны неправильно. Вы можете либо удалить те слова, которые вам рекомендует редактировать шаттерсток. Те, которые ему не понравились по умолчанию, он их уже удалил. Как видите, у нас стало 42, было 44. Просто выделяем, нажимаем «Снова отправить на проверку». Как видите, второй раз у него уже не возникло никаких вопросов, и он отправил их на проверку. Теперь вернемся к нашим файлам, которые у нас уже готовы для отправки на другие стоки. Итак, теперь нам понадобится программа «Файл Зила». Что такое «Файл Зила»? «Файл Зила» — это файл-обменник, наверное, файл-обменник, в общем, я его так называю, который напрямую загружает картинки с вашего компьютера на сервер. Для использования файла Зила нам необходимо использовать хост, имя пользователя и пароль. Раз уж мы на шаттерстоке, давайте зайдем снова в загрузки и найдем, где же нам найти данные в FTP. Собственно, тут они уже сразу и представлены. Обычно на всех стоках данные в FTP содержатся в разделе «Загрузки». То есть там, где вы будете загружать, впоследствии мы это посмотрим, у вас будут указаны данные к FTP и узнать, собственно, подробнее. Нажимаем «Узнать подробнее» и тут у вас будет первый, второй и третий шаг, подробно все описано. То есть запустить FTP, ваши данные, которые вы необходимо использовать, будет указан в хост. Хост, он так обычно и называется, ftp.shutterstock.com. То есть он у всех одинаковый. Меняется только уже имя пользователя и пароль. И после входа в систему вы можете начать, чтобы загружать контент на FTP сервер. Собственно, что мы и сделаем. Мы вводим хост, имя пользователя, либо и пароль. И нажимаем «Загрузить». Загрузить мы просто перетаскиваем нужные нам файлы. То есть, допустим, если это Shutterstock, то мы выбираем два файла и нажимаем «Перетащить». Так как мы все стараемся автоматизировать и сделать более удобно, то, как делала я, у меня все мои стоки заключены здесь в сохраненных. То есть, как создать новую сохраненную вкладку. Мы нажимаем «Новый сайт» и вводим сюда те данные, которые у нас указаны были в FTP. Давайте, например, скопируем, укажем, проверим, что работает или нет. Ввели данные, то есть, собственно, FTP, пользователь и пароль. Тип пользователя ставим нормальный, чтобы можно было его ввести. И нажимаем «Соединение». Давайте зайдем в наш сайт и придадим ему какое-нибудь имя. То есть, это у нас Shutterstock, поэтому мы ему и даем соответствующее имя. Shutter. И таким образом вы делаете все стоки, на которых вы зарегистрировались. То есть, один раз мы его записываем сюда, нажимаем «Соединиться, сохраниться» и он у нас получается в выпадающем меню и будет содержаться все наши стоки. И, соответственно, мы просто забавляем данный файл. К видите, появляется значок с плюсиком и начинается загрузка файлов. Загрузка отображается вот здесь. Файлы в задании видим два, неудавшихся у нас пока ноль и успешных передач пока есть тоже ноль. Давайте мы сейчас на данном этапе выделим все. Как-нибудь выделим и напишем «Delete», так как мы уже, собственно, его загрузили по прямой загрузке. Да, мы действительно хотим удалить два файла. Вот, видим, два файла удалось. Удалили. Давайте мы очистим. Не будем этого делать пока, но сам принцип понятен. И таким образом вы загружаете на все стоки по очереди. На все стоки по очереди. И у вас уже название, описание и ключевые слова будут присутствовать в полях. Вам оставится только там, где надо указать категорию, там, где вообще нет никаких категорий. Просто нажать «Отправить». Субтитры создавал DimaTorzok